Порта, посмотри, господи, мы в токе, я не верю. Кимоно, у меня периодически паники, потому что я не могу полной грудью дышать. Он говорит, налево не ходит, да, если нет, башка попадет. Кимоно, роботы, аниме. Речки, озера, японцы. А, и магазин Мучи. О, господи, пойдем скорее. Это канцелярские изделия, самые лучшие. Токио город-рекордсмен. Самый большой, самый густонаселенный, самый безопасный. А еще это один из самых дорогих городов в мире. Средняя арендная плата за квартиру составляет 4500 долларов в месяц. Та-дам! Наконец-то мы приехали. Но ничего. Глядя с высоты, трудно поверить, что когда-то Токио был небольшим рыбацким поселком. В устье реки Сумида. Мы хотели увидеть и показать Токио именно таким. Древним городом, который спрятался в костюме железобетонного мегаполиса. Боже, ты посмотри, господи, мы в Токио, я не верю. Ну-ка, крикни, эй, Токио! Эй, Токио! И мы тут же отправились исследовать этот удивительный город. Одно из самых знаменитых мест в Токио храм Мейзи Джейнбо в честь великого императора Мацухито. Я в предвкушении, я готова рассказать 100 миллионов историй об этом месте. Отлично, давай, идем. Вообще в Японии и в синтаизме самый главный обряд это когда ты перед входом делаешь очищение. И вот там находится священная вода, в которой мы обязательно должны омыть руки и прополоскать рот, очистив себя от дурных слов и действий. Готов? Готов. Пойдем. Император написал более 100 тысяч стихов. Сейчас вот есть английская версия, можно вытащить себе предсказание. Позвольте вашему сердцу даже среди суеты каждого дня быть таким открытым и просторным, как небо над вами. Это один из аспектов настоящей открытий сердца. Это самый популярный и самый большой синтаистский храм в Токио. Место невероятной силы, куда приезжают люди со всех концов Японии, чтобы снискать благословление богов. Мы спустились в этот подземный город, чтобы добраться до района Акихабара. Этот квартал известен как мека для любителей аниме и косплея. Косплей это популярное в Японии движение, когда люди переодеваются в персонажей фильмов и комиксов. Платье твоей мечты. Оно не коротенькое. Здесь я наконец могу исполнить свою детскую мечту. Встать посреди улицы и воскликнуть. Лунная призма! Дай мне силу! Получился ли у нас кадр? Я надеюсь, что да, конечно, не хватает аниме, хочется еще больше таких персонажей, как я, но новый доход это было супер. Новый день, новые приключения. Сейчас мы находимся в Кимоно Рентал и готовимся к кадру с кимоно. Так как наш храм, около которого мы будем фотографировать, красного цвета, там будет много туристов, мне нравится вот этот цвет. Нравится тебе этот? Да, мне нравится. Как всегда, сейчас пройдет, наверное, полчаса, пока Наташа будет готовиться, а мы посмотрим, есть ли тут мужские опции, есть ли тут такой стильный серый, еще более стильный серый, серый фиолетовый, серый с белым. Вы посмотрите, какое брутальное дагестанское кимоно, розовое. Прям вот, бери и сразу же махачкалу. Передвигаться в нем очень трудно. На одно кимоно расходуется до 12 метров ткани. Я не понимаю, как они дышат. Кимоно, у меня периодически паники, потому что я не могу полной грудью дышать, то есть тяжело, очень жарко. Теперь подумаю, почему везде продаются веера. Но самое сложное то, что это супер туристическое место, и здесь очень много туристов. И кадр сделать не просто, потому что очень много девак в кадре. Ну что, попробуем? Давай! 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 Японцы обожают ночную жизнь. Тысячи баров и клубов открывают свои двери после заката. Чего только стоит знаменитое японское развлечение – караоке. Неоновые огни, яркие вывески, люди в костюмах, странные танцы и оглушительная музыка. Робот-ресторан оказался воплощением ночного духа Токио. Странного, порой даже пугающего, но очень колоритного. Буквально заставила Мурада включить камеру, потому что он в панике бегал и не понимал, где покупать билеты. Я говорю, включай, надо это снять, как мы едем в Киото. Полные паники. Я прям сейчас бегаю по этому вокзалу и паникую. Токио очень дорогой город, и если бы мы снимали «Орел и решку», мы бы не сняли точно на 100 баксов ничего, потому что только одни билеты. Одну сторону в Киото стоит 270 долларов. Да, на двоих, правда, но все равно дорого. Ребята, это несерьезно. Неудивительно, что мы отправились в Киото, ведь это древняя столица Японии и резиденция ее величайших императоров. Японцы очень бережно относятся к своей культуре, поэтому сохранили город почти таким же, какой он был несколько веков назад. Мы как будто перенеслись на 200 лет назад. Перед поездкой мы смотрели много фотографий из Японии. Нас сразу поразили изображения бамбукового леса Саган. Благодаря ветру, который гуляет в бамбуковых стеблях, создается особый мелодичный перезвон, как будто природа разговаривает с вами на своем языке. Местный бамбук уникален. За месяц он может достичь 20 метров. Та-дам! Вот он второй образ. Мы готовы ехать в храм Кушими. Храм Кушими и Нари – это визитная карточка Киото, который стоит даже моей поездки в кимоно на поезде, и на машине, и небольшой прогулке. Мы добрались до Кушими и Нари. Это один из древних храмов. Он знаменит тем, что здесь более тысячи подобных харок. Вообще они идут около 5 километров. Можешь себе представить? Пять километров. Да, ты готов? Насколько многогранная японская культура. Кажется, здесь есть все. И стеклянные дворцы, и подземные города, и поющие леса, и невидимые камни. Здесь можно познакомиться с гейшами и с роботами. С героями аниме и монахами. Я все время говорю, а я все время чувствую. С берега. Продолжение следует...